Всем привет, у микрофона Антик, мы продолжаем играть в Alien Maraer, сегодня начался новый этап тестирования игры, и мы посмотрим на карту под названием Frostland, это уже карта посложнее, чем пустыня, на которой мы играли в прошлый раз. Итак, повышаем градус до харда, видим, что у нас два новых героя, первый это чувак на летающей платформе, а-ля зелёный гоблин, только почему-то розовый. Ну и чувак в экзокостюме, собственно, с бензопилой, это у нас уже ближний бой, за него-то мы и сыграем. Но пока загружается игра, напомню, что из подобных мы недавно смотрели Эпоха Тьмы, если вы ещё не видели видос, посмотрите, также скоро выходит Rift Breaker, посмотрим, что там будет нового. Итак, игра загружается, загружается игра, и превращается... Хорошо, довольно много места под палатки. В нашем распоряжении два бойца ближнего боя, два бойца с винтовками, так что повоюем. Хорошо. Значит так, как вы видите, у нас бойцы ближнего боя такие ребята со щитами и молотками. Их так неплохо толпа пробивает, но это поначалу. Интересно, что на этой карте пока что нет общих стенок, только дорога, которая ускоряет продвижение бойцов. Дальше в тобой игре без стенок, это будет полная жесть. Посмотрим, как мы будем справляться с таким хардкором. Так, ставим помпу, тогда первую нашу. И наша первая обилка будет лечением. Потому что оно уже требуется. Сейчас мы его применим. Нет, не надо будет применять пока что. Так, хорошо, рассказывать нам про паузу. Спасибо. Про паузу мы знаем. Но на начальном этапе она пока не нужна. Особенно там... Все, хорош, помпы пошли. Спасибо. Спасибо. Замечательно. И я думаю, что тут мы оставим пока что охранение в виде одного скаута. Не будем мы лезть на рожон. Остальные пойдут. Так, интересно, там пройти можно? Тупичок. Тупичок это хорошо. Как говорится, тупичок это по-нашему. Пойдем мы сюда. Так, больше палаток. Поставим охранение вот тут еще. И нам советуют поставить уже бур, чтобы добывать руду. Так, ну-ка назад, давай. Черт, я этого снял, да? Случайно. Сейчас посмотрим. Вот у нас бур. Чтобы добывать руду. Руда нужна, чтобы поставить барак. В будущем. Да, конечно. Пока что не дают они покоя мне. Топу тоже надо как-то разобрать. Придется помогать идти. Придется идти помогать, без этого никак. Так, давай-ка бур мы поставим куда? Сейчас примеримся. Да, хорошо. 14. Но пока не буду там ставить, торопиться. 11. А, тут не получится уже поставить, да? 14 там. Эх, беда, беда. Значит, тут, а потом вот только тут можно будет поставить. 12. На 12, там посмотрим. Все, ребят, давайте разбирайте. Продолжайте без остановки. Ты идешь вот сюда вот охранить. Узкий проход. Так, и билка у нас будет на ауру брони. Замечательно. Нужно еще один бур. И для барака надо будет 30 руды собрать. Хорошо. Патруль, давай. Подведем их ближе. Все нормально пока что. Пока что все спокойно. Тут надо будет тоже ставить все это дело. Так, F5 у нас сетка, да? Показывается. В принципе, нормально. На 14. Вот, нам советуют уже поставить тогда, получается, барак. Блин, тут, конечно. О, как все плохо там. Как все плохо-то. Пойдем почистим тут. Мало ли что. Спасаюсь я за свои постройки. Что касается этого угла, тут я, по-моему, не поставлю никак бур. Только вот тут есть я. На, сальдан. Бур пока нельзя поставить. Хорошо. Вам надеется, что тут я смогу поставить что-то. Когда проложу энергосеть. Так что... Да, надо больше солдат, потому что... Периметр слишком большой. Я уже пытался стартовать на харде. Прожил максимум 40 минут. Пока что. Что? А потом меня слили. О, ребята, там много народу-то пришло, да? Ну, в принципе, справляется герой наш. Хорошая броня. Итак, второй... А, у нас уже буро дофига. Может, хватит пока что. Там вообще нельзя будет. А, ну, в принципе, нормально. В принципе, нормально. Тогда давайте пока поставлю вот тут вот. Одну вышку. Там посмотрим. Блин, слишком близко к палатке, как граница. Хватит орать, слушай. Он все орет и орет. Так, дальше у нас по плану барак, да? 420 золотом. И 30 руды. Руда уже имеется. Золото на подходе. Все по плану, все путем. Так, топливо скоро понадобится. Их, я думаю, блин. Ну, чувак, оба, конечно. Так-то побезопаснее поставить. Все, барак уже готов. Постройки. Значит так. У нас будут палатки, наверное, вот в эту сторону тогда. Тут бы тоже палатки поставить, но... Другие постройки тоже требуют внимания нашего. Поставлю пока барак вот сюда, наверное, да? А, сойдет. На четверочку. Все, готово. Дальше она будет планировать лабораторию. Для этого надо больше энергии. Пауэрплент. Так, и больше топлива. Да, нужно энергосеть нам уже. Тут слишком, видите, большой периметр, то есть, большая зона патрулирования, поэтому он будет пропускать неизбежно кого-то. Это решается путем постройки большего количества скаутов. Нам нужно больше отрядов. Так, для лаборатории нужно энергосеть. Так, ну, давай пока тут поставим. Там посмотрим, что к чему. Так, хорошо. Электричество будет, топливо имеется. Значит, копим на лабораторию. 60 руды, да? 60 руды, в принципе. Довольно быстро накопится, я думаю. Так, вот уже скауты. Небольшую зону мы сделаем. Для патруля там. Парочка скаутов сюда вот. Так, для скаутов руда нужна. Да, слушайте, 5 руды. Значит, надо больше буров поставить все-таки. И про палатки не забывать. По идее, банк можно поставить где-нибудь вот тут вот, да? И вокруг ставить палатки. Было бы неплохо. Да, сагря, у нас будет большая волна на 23-й день. Чтобы ее осрочить, придется нам уничтожать такие вот гнезда, которые тут повсюду расставлены. Вот они тут. То есть мы их уничтожаем и отсрачиваем атаку. Откладываем. Такая механика на этой карте. Так, пойдем помогать тогда, видимо. Старочку бойцов ближнего боя тоже стоит поставить, но чуть попозже. Замечательно. Для лаборатории уже имеется у нас руда. Осталось только накопить золотишко. Сейчас вот, да, сколько у нас палатка стоит? 45. Так что одну воткну, буквально. Нормально-то у нас опять тупичок. Нет, проход имеется. Замечательно. О, ребята. Это вот зря, конечно. Продолжаем рубить. Так, как у нас будет? Лабораторию поставить здесь вот тут. Мы закупорим проход туда. Ну, давайте лабораторию туда поставим вот тут пока что. В принципе, место неплохое. Пусть будет. О, ребята, там уже у нас прополеем, да? Не люблю я снимать бойцов с патруля. Но придется. Все, хорош. Так, прокачиваем обилку. Это у нас обилка наносит урон. Пока не будем мы ее изучать. Пока просто ауру защиты. Вот, давайте-ка остановимся и подумаем, что у нас уже имеется. У нас имеется барак, лаборатория строится. Так, это пускаута мы на патруль вот сюда. Еще парочку сюда скаутов. У нас есть же больше помп, больше палаток. Так, нам советуют больше помп. Это все логично. Дайте мне время только. Там все хорошо. Надо уже расширяться, да? Как-то потихонечку. Не столь, потому что нет. Мне тут не видно, конечно, нифига. Тут помпу никак не поставить. Обидно. Обидно, досадно, но ничего не поделать. Так, а вот мы давайте это пространство тоже будем осваивать. Потихонечку. Энергосеть тоже пригодится. Так, лабораториумы наверху поставим проход, чтобы можно было пройти. И все будет хорошо. Все нормально, в принципе. Периметр у нас сохраняется. Здесь кто-то подойдет. Внезапно. Дальше можно будет наращивать оперативную группу. Где тут еще можно было стрелка поставить, да? По идее, там. Сейчас продумаем этот момент. И, значит, в лаборатории мы изучаем, что? Мы изучаем, скорее всего, металл-коллектор. К тому же, все остальное. Так, 450 с золотом. Сейчас будет. Так, будет 500, да? Когда золото прибавится, значит, можно еще поставить палатку. Так, ребята. Полегче. Хорошее место, на самом деле. Все, давайте-ка... Мы придержим коней. Все хорошо. Парочку скаутов. Так, 450 же, да? Не хватает маленько, ладно. Парочку скаута производится. Парочку скаута производится. Нам уже советуют изучить вышку. Первую, Silent Tower. Которая вот эта вот стреляет очень тихо. Ну, верно подметили в комментах под предыдущими видео, что это очень смешная... Смешная пушка. Плюющаяся. Но, видимо, смысл был в том, чтобы она не издавала звуков. То есть, такая же, как баллиста, да? В Зайбелленс. И ничего лучше не придумали почему-то. Это, конечно, странно. Так, давайте-ка изучаем уже металл-коллектор, чтобы собирать металл окружающим. Будет неплохо. Надо будет изучить склад. Опять же, вот эту башню, чтобы, опять же, закрепляться. Потому что пока что у нас никаких стенок нет. Только дорога. Ускоряющее продвижение. Без стены я фиг знает, как вообще тащить. В этой игре. Ну, вот мы и поэкспериментируем. Так, надо больше помп ставить. Давайте подумаем, куда будем расширяться. Наверное, все-таки... Стоил бы вот тут все захватить, во-первых. Дальше вот тут много камня. Значит, герой придется тащить сюда. Опять же, хорошее место для организации обороны. Прямо я вижу, как бы стенку построить, но... Стенки, опять же, нету, блин. И тут тоже надо будет захватить. Все. Сначала пойдем вот сюда вот. Так, дальше, значит... Это у нас вышки для стрелков. Я их не особо использовал в предыдущей катке. В предыдущем прохождении, но... Там было все попроще. Возможно, сейчас-то придется. Так, склад 400, да? Пока подождем. Давайте сначала, наверное, металл-коллекторы поставим. Так, а где-нибудь сыгрем? А, они еще... Не изучились, да? Ладно, изучаем. О, ребят, тут у нас все серьезно. Но ближненько нам послать. Чтоб... Принимал удар на себя. Так, вот я. Металл-коллектор-это руда. Руда это больше бойцов ближнего боя. Хорошо. Ну, что он там орет? Так, вышку изучаем. Вышку изучаем и по периметру расставляем. Все эти гребаные вышки. Так, мне бы хотя бы одно гнездо уничтожить. Чтобы все-таки отсрочить, да? Но для этого придется большую армию собрать. А вот оно, гнездо первое. По плану на уничтожение. Замечательно. Давайте двигаться! Тут, конечно, опять же... Сложновато, да? 14. Придется ставить, куда деваться там. Сюда еще одного скаута. И ближненько тоже бы не мешало. Блин, как-то очко оставлять вот этого чувака одного тут. Прямо вижу, как на него нападает куча этих рогатых тварей с шипами. И раздирают на куски. Вот, я так и знал. Вот, так и знал, слушайте. Давайте сюда быстрее. Ааа! О, ты! Что там? Эти ребята, отбой. Этого сюда. Ну что ж, ребята, мы получили первый бонус за просветание нашей колонии. Либо 30 руды, либо 2 узла энергии, либо помпа. Ну, такие все бонусы. Как бы единовременные. Не люблю такие вещи. Я думаю, что 2 узла энергии я возьму. 2 энергоузла. Так, салжи поставлю тогда, что ли. Нормально. Сойдет. И вот эту территорию захватить, в принципе, тоже удобно. До гнезда добраться будет. И поставить башенку, да? К слову о башенках. Можем уже поставить хотя бы одну. Вот тут сразу, да? Чтобы я не переживал больше. Смогу ли я удержать ее? Только пойдут ребята вот эти. Так что, так вот осторожненько поставимся. Не будем борзеть. Улучшенные палатки пошли. Башенка идет. Опять же, как ее дефать без стены? Непонятно. Ну, все еще поднялся. Чего понесется у нас? Жара. Ну, в принципе, она вышка-то тихая, как бы по идее. А вось не грохнут ее. Сразу, по крайней мере. В принципе, нормально стоит. Да, надо опять же изучать рынок, чтобы продавать все лишнее. Напомните мне, чтобы я рынок изучил. Рынок у нас 750. Ну-ка подожжим. Так, Reduce Fuel Demand Supply Station. Уменьшает, короче, потребность в топливе палаток на 20%. Автоматически продает ресурсы. Понятно, короче. Надо ее изучить, эту постройку. Все, в общем, коплен рынок. 750 золота. Это довольно много. Черт, поберем. Рачку палаток все-таки придется построить. Мы почти что добрались до гнезда. Но нападать на него пока что я не буду. Очень опасно. Пумпы еще можно поставить вот тут вот. Лучше вот тут. Да, тут мы уже выяснили, что никак. Там тоже никак. Короче, мы приходим к тому, что у нас топливо брать уже неоткуда. Но это небольшая проблема, потому что Fuel Station мы можем изучить. Я думаю, даже вперед рынка надо изучить. Иначе... Иначе будет больно. Так, ребятушки там прибежали уже, да? Тут мы все зачистили, получается. Если вот это гнездо не будет спаунить новых монстров, то мы как-то проживем. Первое время. Никого нет. Как я и планировал, пойдем мы вот сюда вот освобождать территорию. Так, вот этих мы тут оставим. Сюда бойцов ближнего боя пошлем в будущем. Все, хватит. Хватит тратить золото. Откапливаем. Пока что. Так, медики, склад. Все, наконец-то. Начинаем изучать рынок. Значит, параллельно опять же отстраиваем больше палаток. Рынок, я не помню какого радиуса. Будет у нас так проход, надо будет стараться не закупорить. Давайте уж будем ровно ставить. Все, хорош. Итак, что мы имеем? Вот они, фуэл-стейшны. Так. Все, пошли не просто на землю. Вот у нас так вот вперемешку. Энергостанции и вот эти фуэл-стейшны. Потому что они занимают какую-то площадь. Эту площадь можно занимать опять же энергостанциями. Ты хорош. По конец золота воюем. В этом гнездо. В принципе, да. С этого угла еще кто-то выходит. Ну-ка, давайте вот сюда. Здравствуйте. Да или что произошло? Постелусу решила пробраться тварь какая-то. Так, мне интересует вот этот проход все-таки. К тому же быстро и побежали, блин. Я думаю, что... Такую зону пока поставлю. Конечно, слишком большая она. Надо очень осторожно себя вести. Итак, чтобы построить рынок. Что нам понадобится. Да хрена чего, блин. О, тут у нас, слушайте, слишком вот сложно оборонять, да? Без бойцов ближнего боя я не справлюсь. Трановато я туда пошел. О, там уже сильнее, слушайте, ребята. Пока что, герой на себя удар принимает, это хорошо. О, здравствуйте. Ох, какая жесть, слушайте, давайте-ка я... Я бы каждые полчаса буду сохраняться, а то... Не хочется мне это все заново переигрывать. Почему в это? Пусть будет так. Да, конфирм. Прекрасно. Ребята идут зачищать. Сюда больше бойцов ближнего боя. Надо будет послать. Ведь у нас на патруле. Все прекрасно. Так. Значит, на рынок, опять же, надо будет поставить электростанции побольше и побольше стали добыть. Стальт у нас... Стальт у нас добывается довольно медленно. Так. На 36, да? Ммм... Надо давать пока электростанции, что ли. Проход имеется, хорошо. Нормально, затащим, я думаю. Опять же башни расставлять, не забывать. Но это пока стало не слишком поздно. Я предусмотрю, наверное, парочку башен. Опять же... Конечно, минус экономика, но... Безопасность будет важнее. Пауэрплэнд. Четный пауэрплэнд на будущее. Так, башенка, башенка. Тут у нас очень такая обширная территория без охраны. Ммм... Палатки-палатки. Интересно, что там. Переходим, короче, мы к выводу, что... Надо будет ставить везде вот эти штуки. Для начала. Потом уже все остальное. И подождать. Все, давайте отойдем, маленечко. А то обстановочка-то накаляется. Продолжение следует... Все прекрасно. Сейчас думаем, где поставить вышки. Тут не мешало бы вышку. В принципе, может так вот поставить, чтобы... Со всех сторон обороняться, да? Чтобы не две... Две не ставить. Я думаю, что нормально. Нормальное решение. Для начала, как временное. Тут надо тоже вышку поставить для атак вот с этого фланга. Двенадцать дней уже прошло. Пока живем. Так, что еще дальше? Energy Collector Station. Радар. Склад. В принципе... В принципе, я бы на рынок накопил. Уже наконец-таки. Хотя, опять же, лишних лесов пока что нет, но вскоре будут. Думаю, скоро будет больше руды. Чего мы можем потратить. Вот уже, видите, руда уходит в кап. Да, еще надо, конечно, простраиваться вот эти вот... Энергоузлы ставить дальше, но мне опять же надо на рынок накопить. Так что, маленечко подождем. Пойдем пока. Почистим вот тут вот. Потом все равно будет сюда зайти. Поставить башенку там. Ну и... Когда? Все, наконец-таки. Ставлю рынок. Опять же, меньше топлива для палаток. Что хорошо. Вот тут место, в принципе, неплохое. Да, почему-то эти палатки... Эти палатки... А, захватываются нормально. Ну, как бы, что. Туда уже я не воткну. Хотя, может, тут поставить. Ну, придется сносить две палатки. Да, давайте тут поставлю. Нормально. Сойдет. Давайте уже обилку изучим. Обилка пригодится. На массовых скоплениях жуков. По-моему, уничтожение гнезда провоцирует волну. Провоцирует атаку. Так что торопиться, опять же, не стоит. Уничтожать, но... Надо иметь в виду, потому что осталось у нас всего лишь меньше десяти дней. До 23-го там. Сколько стоит башня, вообще? Башня стоит 350. Продукой сюда, почищу маленько. С этой стороны. С этого фланга. Вот уже улучшенные палатки у нас появились. Что хорошо. Сейчас-то мы заживем. Так, а билка, значит, как работает абилка. Сейчас мы посмотрим. Герой надо выделить. И вот так вот прокатиться. Вот такая вот абилка смешная. Вообще, конечно, у него это... На спине, видите, вот эти вот двигатели. Возможно, было бы уместено, если бы он как космодесантник прыгал. Но, видите, придумали так. Так, ребята, с патруля я, наверное, не буду снимать пока. Что? Моя патруля я плачу! Для мальчащего! Пиратная линейка! 450. Надо узнать контуры, ландшафт, чтобы понять, где ставить вышку. Ну, наверное, пока буду просто продвигаться вот в эту сторону с новым месторождением камня. Так, тут у нас атака дойдет. Нормально все пока. Терпимо. Слишком много на агрил, да? Линчка, отойдем. Нам помогут. Кобра готова. Что? Хорошо, наша задача вот до сего добраться. Поставить башенку и пойти атаковать гнездо в будущем. Тут рано ставить. Тут тоже бы простроиться дальше. Нормально пока идем. Без особых таких происшествий. Дальше, конечно, возможно, хуже. Но... Это уже детали. Больше бойцов. Весно, такие дорожки, конечно. Ставить их я пока не хочу. Лишний раз тратить с золотом. Так, рынок. Насколько я помню, можем только покупать. Да, чтобы купить. Продать мы не можем. Продается оно автоматом. Когда, видимо, превышает кап. Так, чем не хватает? Ну, у нас энергии не хватает сейчас. Побольше энергостанций. Такие ребята вообще проблем не знают, на самом деле. Можно одного брать. Просто как бы стоишь, кажется, что все спокойно, но на самом деле. В один момент прибегает куча мужиков и... Тебя уничтожают. Так, что у нас тут происходит? Пытаемся мы простраиваться. Таких ребят можно уже перетащить. Эти двое с башней, я думаю, справятся там. Без особых проблем. Все, замечательно. Нам не хватает руды, значит, нам больше буров. Тут опять же никак не поставить. Вообще, по идее, можно как-то перестроить, попытаться. Нет, тут особо толком не построишь. Надо что-то поменять шилу на мыло и сюда поставить. Вместо этого. Но смысла нет. 11, да. Это неплохо, конечно, но опять же опасно. Да, тут башню придется надо перетаскивать. Давайте тогда дальше мы продвинемся. Не так уж тут и страшно. Я тут хотел найти свободную территорию. То есть, точнее, не свободную, а вот такие вот камни, чтобы построить оборону. Но тут очень такие большие просторы. Не всегда удобно. Тут всего лишь два бойца у меня. Чувышка-то не видит, алло. Ставлю тут их. Что? Вот это мифрил уже, да? Прекрасно. Вот у нас мифрил. Давай. Так, бур. Сейчас просчитаем. Семерочка, да? Десяточка. Давайте до сюда поставим пока. Надеюсь, никто не придет. Если что, вышка имеется. Пирес, льв! Твоя force is under attack. Что-то все больше о сообщении с этого фланга. Так, 16-й день уже. Блин, надо уже уничтожать гнездо. Держи меня! Ха-ха-ха-ха! Прекрасно все-таки закрепиться вот на этом рубеже. А тут я так и не поставил ничего, да? 15. Пусть будет 15. Майса is hungry! Хошь. Найс и quiet. Бур, дебородор! Дай мне что-то, чтобы пить. Так, все, короче, я устал тут воевать. Надо вышку поставить уже. Немаленечко успокоиться на какое-то время. Сколько вышка стоит? 350. Майса is hungry! Дефрит, наверное, я все-таки это... Блинечко по-другому. Сейчас ориентирую. Вот так вот пусть они бегают. Что? Держи меня! Ха-ха-ха! Нормально, справляются пока. Так, еще одна башенка. Еще одна башенка пойдет... Хочу сюда поставить, конечно, прям. Да, это интересная идея, слушайте. Опасно так доставить. Рискую я потерять все добром. Я так и знал, что так будет. Стоит кого-то-то оставить и все, считай. До свидания. Веслила героя вестим. Майса is hungry! Все, дальше сами справиться без нас. Давайте двигаться! Сейчас побыстрее он тут почистим, потом будем... Все-таки к гнезду продвигаться уже. Осталось пять дней всего лишь. Побольше армии давайте накопим. Они готовят рейд. Замечательно, слушайте. Повсюду атаки. 400 золота мне имеется, да? Так, перед подготовкой рейда плюмам придется сохраниться. Мало ли что. Так, тут уже, конечно, проблема возникла небольшая, да? Че, без отступать, это и есть рейд, что ли? Черт, мне заперли. Героя просто заблокировали. Я не могу двинуться. Прекрасный конец истории. А, давайте пробуем. Сначала... Ох ты, там от рекой жук пришел. Знаешь, что это значит? Ты знаешь, что придется мне все-таки сейф-то загрузить. Вовремя я сохранился. Сейчас придется заново переигрывать. Иначе-то... Так, давайте подождем. Пушка может это бьет. Все-таки как-то... Ни хрена пушка не отобьет. Вот такие бывают конфузы. Вон-то лот. Да, хочу загрузить. Беда. Прям беда. Все-таки мне интересно, этот жук у нас в части рейда? Или просто он там и живет? Ходи назад маленечко. Они сказали, что они готовят рейд, но с какой стороны не сказали вообще. Маленечко напрягает. Если с этой стороны придется тут еще одну башню ставить. Это толпу надо по-любому уничтожить. Для ассоциации. Кобра готова. Что такое кластерфак. Хош. Кобра готова. Что у нас там происходит? Пошли под башню. Вот такие пироги. Все-таки как я хотел. Надо поставить башню вот в этом месте. Ремонтировать надо все, да? Да, вот он жук. Давайте его под башенку. Нормально. Жук оказался не таким уж страшным. Да, давай. Так, что-то у нас уже восемнадцатый. Восемнадцатый день. Тут, наверное, мы пока что подождем. Да, конечно, напрягает меня. Очень долго строится здание. Хоть надо улучшение взять. Но скорость теперь жук. Боже, лял, ты откуда-то выберетесь-то. Хочу поставить башню сначала, а потом... Подождать, пока она построится. Так, замечательно. Башня пойдет вот сюда. Теперь же у нас будет пробил, конечно. Удели две башни поставить. Интересно, это еще узкие проходы. Надо поставить так, еще одну сюда. А, их еще нельзя рядом ставить. Прекрасно, прекрасно. Все, стоим, короче, охраняем. Мы работаем за еду. Что-то такое он сказал, да? Где опять там? Все, стою, жду. Тома, срочно надо будет гнездом. Уничтожать, потому что ждать больше нельзя. Вообще нельзя. Больше ближних бойцов. Все, наконец-то. Эта вышка пока, все, не знаю, сосить, не сосить. Давайте уберем. Ну, такое будет у нас армия. Пробуем нападать. Так, хорошо. Дальше я предлагаю поставить башню еще пока что вот тут вот. В будущем мы, конечно, продвинемся дальше, но пока там гнездо, никуда мы не пройдем. Тут у нас уже стоит все, да? Ну и дальше, в общем-то, по плану больше энергии, больше топлива, больше всего. Очень даже неплохо получается. Сейчас заодно посмотрим, справа ссорюет ли это волну. Мне больше всего беспокоится. Так. Уже есть, конечно, там. Что там? А, отойдем, отойдем, маленечко назад. Делаем узкое место. Вилку я не вижу смысла использовать, потому что мы больше нагрем. Хотя, опять же, нет. Главное, чтобы герои не заперли. Соберем все ерунда. Все замечательно. Надеюсь, они успеют. Так, что у нас тут-то? Обеснуется, ребята. Эх, палаткам я сейчас очень мало внимания уделяю палаткам. Это, конечно, печально, но... В принципе, нормально все идет. Новый бонус за процветание. Медик. Энергия медиков на 20% восстанавливается. То есть, у медиков есть как бы мана, энергия, за которую они работают. Я думаю, что это очень хорошая... Очень хорошая билка, очень хорошая пассивка для карты, где у нас нет стен, где у нас... Воюют бойцы ближнего боя, так что... Выбор очевиден. Все, прекрасно. Мы уничтожили гнездо. Эти сразу же волна справа. Ну, здравствуйте. Сейчас его запутать. Назад, назад, ребятам. Если в этом узком месте мы будем принимать, это, конечно, плюсы большие, но... Хотел бы мне солдат на это дело. Вот уже волна идет. Очень быстро. Очень оперативно. Все энергия уже имеется. Скорее всего, башня не успеется построить, конечно, не успеется построить. Ладно, попробуем. Попробуем поставить. Ну, так затащим, если что. Так, холд. Как у вас кнопка там? Стоп, эс. Бум принимать. Это есть волна, что ли? А, они сверху пошли, собаки. Так, я что-то не понял. Что происходит? Почему я с двух сторон? Но мы попытаемся выжить. Ух, и автосейв сработал. Прекрасно. Да, жестко-жестко. Нисколько не легче, чем Зай Биллианс. Ну, чё ж, я думаю, что на этом мы первый эпизод закончим. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. С вами был Антик, всем удачки, всем пока.